Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Гипермаркет мебели «Крокус». Компания «Оптик СССР». В прямом эфире ТВ-кома «Новости дня». В студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Мы бы хотели по переулку школьному, чтобы нам провели воду. А еще вопросы общественного транспорта, капитального ремонта и не только. Руководитель администрации Советского района встретился с жителями станции «Дивизионная» и «Стеклозавода». Основной акцент делается на состоянии отопительных приборов. Это печей и электрообогревающих устройств. Как не допустить возгораний в домах? В Улан-Удэ специалисты МЧС провели рейд по безопасности. Тонный ламп мы уже вывезли, ну не мы, а федеральный оператор вывез в Новосибирскую область на утилизацию. За год в Улан-Удэ собрали 5 тонн батареек и ламп, содержащих ртуть. Куда будут утилизировать материалы? В Улан-Удэ произошло несколько крупных ДТП. Подробности о аварии, а также о том, кто пытался украсть хлеб у сотрудников Баргузинского заповедника, расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВКОМ». ДТП в районе Ирхирека. Столкнулись Фиат Дуката и Тойота Корона. По словам аварийных комиссаров, Тойоту занесло на гололеде, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в Фиат. Пострадавших нет. Это ДТП на перекрестке улиц Николая Петрова и микрорайона Верхняя Березовка. Дорогу не поделили Ниссан Тиида и Тойота Хайлендер. По словам очевидцев, оба автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. Однако первым он загорелся у Тойоты. В это время на перекрестке был затор, из-за чего водитель не мог завершить маневр. Позже путь начал водитель на Ниссан. В этот момент у Тойоты появился просвет для проезда, водитель тронулся с места, а дальше столкновение. Пострадавших нет. Оба участника дорожного движения не признают вину. Не обошлось без ДТП и на улице Павлова. Водитель с рюмом Филдера не уступил дорогу Лексусу. Последнего от удара закрутило и автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет. К другим темам. Соболь хотел утащить булку хлеба у сотрудников национального парка, но похитителя поймали с поличным. Зверек изо всех сил пытался утащить добытую еду с собой, но не вышло. Не получилось спрятать хлеб из-за подстанции. Булка туда попросту не влезла. Вот и пришлось Соболю податься в Исфоясе без добычи, но со славой, о которой он даже не мечтал. Андрей Слепнев, Новости дня. В Оануде растет число школьников, заболевших гриппом и ОРВИ. Неделю назад в городе было 2100 заболевших детей. Сейчас их число приближается уже к 3000. На сегодня у нас заболевших 2900 детей, это школьники. И, соответственно, в четырех школах шесть классов закрыты уже на карантин. Они ушли, потому что в этих классах количество заболевших детей превышает более 20% от общего количества в этом классе. Если бы в школе количество заболевших было от общего количества 20%, только тогда школа была бы закрыта, то есть ушла на дистанционное обучение. Темпы прироста небольшие, но врачи настоятельно рекомендуют родителям даже при заболевании ребенка в легкой форме не отправлять его в детский сад или школу. Это опасно не только для заболевшего, который может получить осложнение, но и для других детей, подвергшихся риску заражения. В Улан-Удэ начался прием заявлений в загородные летние лагеря. В электронной форме подать заявку можно до 30 марта. Сделать это можно через официальный сайт мэрии в разделе «Загородные лагеря» или через личный кабинет на сайте Госуслуг. Все, что касается бесплатных путевок, то предоставляется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Еще такой особенный вопрос. К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды, дети с отклонениями в поведении, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов и дети, проживающие в малоимущих семьях. По предварительной информации, в этом году на детские путевки также будет действовать кэшбэк. Мобилизованных из Бурятии и их семьи освободили от пений за просрочку оплаты ЖКУ. Глава Бурятии на днях подписал указ. Мера будет действовать со дня заключения контракта о прохождении военной службы до его прекращения. Напомню, для мобилизованных и членов их семей в республике уже действует несколько мер поддержки, включая единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Также власти помогают устроить детей мобилизованных граждан в садики и школы. Им оказывается бесплатная юридическая помощь. В сельской местности семьи мобилизованных обеспечивают дровами и кормами для животных в личных подсобных хозяйствах. Для оказания помощи родственникам участников специальной военной операции в Бурятии создали региональный штаб комитета семей воинов Отечества. Тем временем вдовы участников специальной военной операции смогут получать господдержку только до нового замужества. Такой закон приняли в первом чтении депутаты Госдумы. На официальном сайте Нижней палаты также пояснили, если жены погибших военнослужащих, которые вновь не вышли замуж и проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, действующие пока что закон, не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, оставшимся одним или только с детьми. По словам Вячеслава Володина, Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Вывоз мусора, проблемы электроснабжения и водоотведения. Эти и многие другие вопросы обсудили жители микрорайонов «Стеклозавод» и станции «Дивизионная» с администрацией Советского района. Как прошла встреча и все подробности расскажет наш корреспондент. На встречу с представителями администрации пришли 150 человек. У жителей микрорайонов «Стеклозавод» и станции «Дивизионная» накопилось немало вопросов к представителям власти. Это и вывоз мусора, и работа общественного транспорта, а также электроснабжение и ремонт социально значимых объектов. Набавлевший вопрос по 58-й школе на станции «Дивизионная» второй корпус, когда будет капитальный ремонт производиться. Проектно-смертная документация готова, на ее изготовление потребовалось 2 миллиона, она освоена, это сумма. И ремонт, мы по ремонту стоим в 2024 году. И второй вопрос, мы бы хотели, ну вот, по переулку школьному, чтобы нам провели воду. Будем планировать, совместно с нашими депутатами. Ну, я думаю, понятно, что этого не случится в 2023 году, в 2024-2025 году это мы будем планировать. Но что делать тем, у кого сети канализации и водопровода есть, а вот следить за ними некому. Вся проблема в том, что принадлежат они давно не существующему предприятию. Ну вот по вопросу канализации. Значит, это строил, я еще раз повторяю, стекольный завод. Мы теперь жители, которым разрешили подключиться, мы исправно платим за это все. Нам пришло письмо, что мы вашу канализацию обслуживать не будем до тех пор, пока я позволю себе зачитать. Пока вы не представите копии технических и кадастровых паспортов на передаваемое имущество. Предприятие не работает еще с 90-х, а значит, таких документов уже нет. Поэтому на месте глава администрации Советского района дал водоканалу поручение разобраться с проблемой. Давайте в рабочем порядке вы встретитесь, пожалуйста, выйдите на место и обсудите возможные пути решения вопроса. В ходе встречи удалось решить большую часть проблем жителей. По каждому вопросу, который поднимали жители, было очень достаточно много. Будем отрабатывать или проводить совещания в рабочем порядке, приглашать наших представителей разных организаций, которые действительно помогут нам ответить сразу детально более и разъяснить жителям те или иные порядки и механизмы действия. Или будем постепенно прорабатывать, носить предложения по итогам встречи, на уровень, вышестоящий уровень и так далее. В ближайшее время такие встречи пройдут с жителями Левого берега микрорайонов Аэропорт, Заречный и Солдатский. Екатерина Истратова, Евгений Павлов, Бато Гармын, Новости дня. В правительстве рекомендовали регионам дать места для работы малому и среднему бизнесу у торговых центров. Глава Минпромторга Денис Мантуров перечислил широкий круг предпринимателей, которым это может быть полезно. В него вошли производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви. Мы, безусловно, поддерживаем. Для нас это очень актуальная идея. Скажу больше, что мы уже давно работаем в этом направлении, потому что считаем, что нужно обеспечить доступ, легкий доступ наших сельхозтоваропроизводителей и производителей в целом к покупателю. Предоставлять места будут без проведения торгов на льготных условиях. Мера нужна, чтобы создать условия для сбыта продукции отечественных производителей. Киоски уже установлены у торговых комплексов «Заря» и «Юбилейный». Бизнес Бурятии привлек за год 4,5 млрд рублей кредитных ресурсов. Центр «Мой бизнес» выдал предпринимателям республики рекордную сумму поручительств на 1,5 млрд рублей. Гарантийную поддержку получили более 120 предпринимателей. Несмотря на все вызовы времени, за последние три года для бизнесменов республики и страны в целом фиксируют положительную динамику активности малого и среднего предпринимательства. А количество обращений в центр «Мой бизнес» растет. Только в прошлом году туда обратились и получили помощь 13 тысяч тех, кто хотел заняться предпринимательством. Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в частном секторе Улан-Удэ. Как уберечь себя и свое жилье от пожара, а главное, куда звонить при его обнаружении, расскажет наш корреспондент. С наступлением сильных морозов люди, живущие в частном секторе, начинают обогревать свои дома в разы чаще. Это значительно увеличивает риск возникновения пожара. Основной акцент делается на состоянии отопительных приборов, это печей и электрообогревающих устройств. Люди с понижением температуры обычно перекаливают печь, либо топят ее на постоянной основе. Вообще в правилах указано то, что длительно печь топить нельзя, нужно делать некоторые паузы. Спасатели проводят обходы по квартирам и домам, осматривают печи, а также рассказывают горожанам о правилах безопасного пользования. Перед началом отопительного сезона посмотрите на наличие трещин, прогаров, на состояние домохода, чтобы не было вот... Ну, это, конечно, не такая критическая трещина, но все равно, пожалуйста, просматривайте, следите за печей, за ее состоянием. Как думаете, такие рейды, они положительно влияют на динамику уменьшения количества пожаров? Да, конечно, надо почаще ходить, смотреть, но бывают же такие люди, которые халатно относятся, но печку оставляют, например. Особое внимание уделяется электрообогревателям. Как отмечают спасатели, жители зачастую оставляют их без внимания или же под присмотром маленьких детей. Причиной же возгорания чаще становится короткое замыкание. Так, с начала 2023 года на территории города произошло 19 пожаров. В девяти случаях источниками стали отопительные печи, в трех – неправильная эксплуатация электроприборов. Чтобы избежать печальных итогов, сотрудники МЧС объясняют, как уберечь себя и своих близких от беды. Помимо профилактической беседы, сотрудники МЧС при обходе раздают местным жителям вот такие памятки. В них говорится простые истины – как уберечь дом от пожара. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не сушите белье над кухонной плитой. Не курите в постели. Не используйте самодельные электронагреватели. Не храните на балконе огнеопасные предметы. Избегайте перегрузок электросети. Следите за исправностью электросети. Служба МЧС сообщает, что при обнаружении пожара или признаков горения нужно незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону 0-1 или 101. Базраюшиев Евгений Павлов. Новости дня. В Волонодой накопилось 4 тонны опасных батареек. Пока они хранятся в комбинате по благоустройству. Куда их будут утилизировать и охотно ли горожане сдают лампы и батарейки, содержащие ртуть в пункты приема. Об этом расскажет Мария Латшева. Всего в нашем городе 28 пунктов сбора батареек и ламп. Один из них находится прямо здесь, у комбината по благоустройству, куда сегодня свои использованные батарейки привезли и мы. Кстати, в комбинате по благоустройству напоминает, чтобы горожане несли сюда исключительно целые энергосберегающие лампы. Чаще приносят разбитые и сетуют в комбинате по благоустройству. Сегодня здесь накопилось 4 тонны опасных отходов, ртуть содержащих ламп и батареек. Они относятся ко второму классу опасности, поэтому пока хранятся здесь. Тонны лампы мы уже вывезли, ну не мы, а федеральный оператор вывез в Новосибирскую область на утилизацию. И 4 тонны батареек хранятся сейчас у нас, пока в эко-боксах, для определения подрядчика, кто будет заниматься этим делом, ну и тоже будет вывозить. Мало, да, еще собираем, то есть люди еще некоторые, ну и встречаются такие, которые и на свалку, получается, привозят на полигоны ТБО там, ну и так далее. В городской администрации напоминают, выброшенные на свалку батарейки и лампы негативно влияют на растения, животных и представляют угрозу здоровью людей. Поэтому после того, как они пришли в негодность, их необходимо помещать в специальные контейнеры, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду. Улан-Уденцев еще раз просят оставлять батарейки и ртутные лампы в специально отведенных для этого местах, которые вы видите на экранах. Мария Латышева, Алексей Ромашов, Новости дня. В этом году в Бурятии из аварийного жилья планируют переселить более 3000 человек. Это сделают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На протяжении последних четырех лет наша республика поддерживает высокие темпы. Только за прошлый год из непригодных домов было расселено почти 2000 жителей. Ожидается, что в этом году показатель вырастет вдвое. В этом году завершается программа по переселению граждан, чье жилье было признано аварийным до 2017 года. За один год в Бурятии необходимо расселить 3029 человек. Программа будет действовать в городах Улан-Удегу, Сенозер, Севербайкальск, а также Кабанском, Прибайкальском, Севербайкальском и Кижингинском районах. На переселение в республике было выделено более 800 миллионов рублей из средства Фонда развития территорий. Отмечу, программа распространяется на тех, чье жилье было признано аварийным до 2017 года. Она продлится до конца текущего года. 2 часа 38 минут. Именно столько времени в среднем уходит у Центра управления регионом на то, чтобы дать ответ на обращение. Орган был создан для мониторинга жалоб жителей в социальных сетях. Бурятия вошла в число регионов, где сообщения обрабатываются в кратчайшие сроки. После поступления сигнала он фиксируется, обрабатывается и передается в соответствующий орган исполнительной власти или муниципалитет для принятия решения. Затем гражданин получает ответ там же, где он оставил свое сообщение. Всего в 2022 году специалистами ЦУР Бурятии было зафиксировано более 15 тысяч инцидентов, то есть обращений и жалоб. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Китайская чайная церемония – это успокоение душа и дела. В Улан-Удэ завершился Великий чайный путь. Как прошел фестиваль, расскажем через несколько минут. И Шагдар побежал и успел в последний момент вытащить ребенка из-под колес автомашины. Отдал свою жизнь ради спасения чужой. В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Шагдару Мункуеву. Абсолют дарит скидки весь январь. Майонез «Махеев» со скидкой 43% всего за 45.90. Абсолют дарит скидки весь январь. Печенье «Сахарное Конекс» со скидкой 22% всего 199 рублей за килограмм. Куда вы только мебель смотреть не поедете? Весь город объездите. А может-то то не нравится, это не нравится. А что нам делать-то? Где мебель хорошую найти? А что тут думать-то? Езжайте в огромный гипермаркет «Мебель и Крокус». Гипермаркет «Мебель и Крокус», улица Ботаническая, 35В, телефон 480101. В «Оптике СССР» скидки до 100% на всё. На оправы солнцезащитные очки и линзы. Выберите очки из всего ассортимента. Выгодно и приятно. Скидки до 100% в «Оптике СССР». Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в «Улан-Удэ». Скидки до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. Бескультурно-спортивный комплекс «Рылеево-2». Только по 22 января. Подбери правильный размер бюстгальтера или купи бескорсетное бельё. Кэштег «Поддержка Бюст». Ключевская 25. Сахьяновая 7B-4. Одевайся удобно. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это «Новости дня». И мы продолжаем прямой эфир. С 1 февраля будет сделана индексация ряда выплат. В частности, это коснется и перечислений к пенсии. Среди её получателей инвалиды, дети инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Также сумма надбавки вырастет и у людей, получивших производственную травму. Обладателей званий Герой социалистического труда, Герой труда Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы. Индексация затронет граждан, подвергшихся воздействию радиации во время крупных катастроф. В администрации Улан-Удэ решили вернуть зеленую зону жильцам домов номер 36, 38 и 40 на улице Краснофлотская. Такое поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Сейчас горожане подъезжают на своих автомобилях к организациям, расположенным на первых этажах, прямо через тротуары и насаждения. Поэтому было решено с двух сторон перекрыть проезды, привести в порядок придомовую территорию и высадить кустарники. Также будут демонтированы незаконные металлические гаражи у 36 дома. После освобождения земельного участка планируется установить бетонные блоки и ограничительные столбики. За счет средств, выделяемых из бюджета депутата Народного хурала по округу, будут обустроены тротуарные дорожки к организациям, расположенным в домах номер 38 и 40. В Улан-Удэ завершился международный фестиваль на Великом Чайном Пути. Более 300 представителей разных стран рассказывали и показывали культуру своего народа. Более подробно об этом расскажем в следующем материале. С хорями пейте чай, с пирогами пейте чай, с пушками, батрушками, вареньями, плюшками. История чайного пути начинается в Китае, где деревенские жители выращивали и продавали на базарах завариваемый напиток. По торговым путям он попадал в Японию, Монголию и Кяхну, где перешелся по вкусу местным жителям. С 1727 года, когда Екатерина I отправила пославу саму Рогузенского, с тех пор, когда у нас границы появились, Третья-Карсанск начала развиваться. И, конечно, наш город Рогузенск начал развиваться. Сегодня мы видим, сколько много детей приехало. Дети не только представляют свои таланты, но и знакомятся, дружат, выстраивают связи. И в этом плане основное направление этого великого чайного пути, как конкурса, это выстраивание будущих и туристических планов. Так конкурсанты из разных стран представляли свои национальные чаи и блюда. На нашем столе показан самовар, каравай, блинчики, пирожки и варенье. Китайская чайная церемония – это успокоение души и дела, и чувство природы. А как проходит традиционная чайная церемония? У нас разные происходят. Мы сейчас показываем семейные церемонии. В каждой стране чайная церемония начинается с заваривания чая. Но кто-то это делает при помощи чайничка, кто-то самовара, а кто-то кастрюльки. Это зависит от традиции культуры. Благодаря таким фестивалям дети лучше узнают обычаи заграничных соседей. Именно чайный путь послужил этапом экономического развития, культурного развития Республики Бурятия. В целом, с дружбой наших народов – Китая, Монголии, России – именно чайный путь не только принес нам такой известный и такой вкусный напиток, как чай, а прежде всего стал экономической основой развития. За свои достижения все участники получили медали и памятные призы. А в следующем году традиционный фестиваль «Чайный путь» пройдет в Монголии. Татьяна Усольцева, Бато Гармы, Новости дня. В Улан-Удэна площадь славы планируют вернуть памятник покорителям космоса. С такой инициативой выступил мэр города Игорь Шутенков. Монумент убрали в начале 2000-х. С тех пор на этом месте находится рекламная конструкция, а памятник отправлен на ответственное хранение. Градоначальник отметил, что архитектурное сооружение символизировало не только достижение советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работающих на ЛВРЗ. В своем телеграм-канале Игорь Шутенков запустил опрос, поддерживают ли в горожане эту инициативу. На данный момент проголосовало 322 человека, из которых 97% за. Отдал свою жизнь ради спасения чужой. В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Шагдару Мункуеву. Росгвардеец не дал школьнику погибнуть под колесами авто. Все подробности в следующем материале. Дважды кавалер Ордена Мужества Шагдар Мункуев погиб 18 лет назад. Как-то вечером в поселке Загорск патруль вне ведомственной охраны помогал парням, у которых заглох автомобиль. В это время прапорщик милиции заметил машину, которая буквально летела. И Шагдар побежал и успел в последний момент вытащить ребенка из-под колеса автомашины. Но в результате, когда его сбили, он получил ранение. В пути следования в больнице он умер. То есть несовместимая жизнь. В связи с этим он был награжден посмертным органом Мужества. Свой первый Орден Мужества прапорщик получил еще в 99-м. Тогда он обезвредил и задержал вооруженных преступников. Они хотели ограбить склад с техникой. Он человек смелый, дельный, мудрый. Таким он мне запомнился. Почему решили по его стопам пойти? Я считаю, что это призвание моего отца, меня и в будущем, я думаю, что моих детей тоже будет. В январе 2020 года в Республиканской кадетской школе-интернате открыли парту героев в память о Шагдаре Мункуеве. Именно тут он учился. А сегодня на фасаде здания установили мемориальную доску. Здесь учатся мальчики, которые в будущем хотят связать свою профессию с профессией офицера. В данный момент, вот этот пример героизма, мужества, верности, долгу, присяге и клятве, очень важен для нас, для подрастающего поколения, как пример героизма, самоотдачи. Родные, сослуживцы и кадеты возложили цветы к мемориальному знаку и почтили память героя минутой молчания. Ася Касьянова, Евгений Павлов, Новости дня. В Селенгинском районе Бурятии учащимся не хватает инвентаря и спортивных площадок для занятий. Между тем, желающих заниматься самбо и другими видами спорта много. Как решают проблему и чем сегодня занимается молодежь, расскажем далее. В школах Селенгинского района растят будущих чемпионов. От желающих заниматься спортом отбоя нет, говорят учителя. Сегодня в их секциях занимаются больше тысячи детей. Они бы рады принять еще. Да вот инвентаря не хватает. Приходит на занятия класс 35-40 детей. И вот одного ковра для занятий самбо недостаточно. То есть необходимо дополнительное оборудование, то есть ковры. Помимо инвентаря не хватает оборудованных залов, спортивных площадок, чтобы дети и их родители могли круглый год заниматься физкультурой на свежем воздухе. Почему у нас так в штативе? Мы бы, допустим, сами с удовольствием занимались в спальный район. У нас стоял перенажерный городок, типа Маркал. Они бы с удовольствием ходили. Дорожки быстрые были. Дорожки беговые. Жители обращаются. В школах работает несколько секций. Это волейбол, баскетбол, самбо и борьба. Хотят в дальнейшем сделать больше и добавить тир для юноармейцев. Однако на все нужно финансирование. Депутаты Народного хурала обещали помочь. Район в этом отношении работает, республика работает, Народный хурал работает. Поэтому это дело немножко будущего. А когда люди, народ ставят такие вопросы, на них органы муниципальной власти, органы государственной власти, всегда мы реагируем. Также во время встречи депутаты посетили молодежный центр. Здесь собираются и дети, и взрослые, чтобы с пользой провести время. Проходит вот такая ярмарка наших поделок. Поделок серебряных волонтеров, наших добровольцев. У нас уже второй месяц это проходит ярмарка. Все, что здесь реализуется, мы приобретаем пряжу, ткани и вяжем для СВО. Здесь регулярно проходят тематические вечера. Сегодня молодежный центр посещает 150 школьников. Для них созданы все условия. Ребята занимаются творчеством и добровольчеством. Вот такие обереги мы делаем. Вот, например, Москва, Питер, они прямо говорят, неужели можно? Вот мы дарим. Они трогают, прямо увозят с собой с теплотой и говорят, мы такой оберег повесим. И вот весь, и смотрите, что мы на камнях рисуем. Свой Байкал рисуем и тоже дарим. Сегодня в Селенгинском районе делают все для того, чтобы подрастающее поколение не сидело на месте и дети могли развиваться. Руслан Хороших, Екатерина Иллистратова, Евгений Павлов. Новости дня. Селенгинский район. Паралимпийская сборная Бурятии по стрельбе из лука завоевала 7 медалей Кубка России. За награды турнира боролись более 80 спортсменов со всей страны. О том, как все происходило, расскажем в следующем материале. Первенство России проходило в городе Орел. За Кубок боролись спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из 19 регионов страны. При такой высокой конкуренции победу в личном первенстве из блочного лука удалось удержать Александру Дорофееву. Давно я стремилась к этой награде. В прошлом году как-то все. Третья-вторая мне. Два-два вторых. Третья в этом году. Начало сезона. Удачное начало. Училась победить своих соперников. Но я думаю, что большой объем работы был владельем проделан. Не меньшую работу над собой проделал и серебряный призер соревнований Татьяна Андреевская. Женщине удалось взять медали в командах и личных зачетах. До финала дошла хорошо. Финал завалило. Но вот в итоге серебро. А это за третье место. Команда «Микс» мы стреляли с Баиром Шигаевым. Результат был очень хороший. Просто за выход в финал мы проиграли в перестрелке. А на «Кронзе» уже выиграли. Достаточно очень сильный результат. Мы достойно стрелялись. Как признается Татьяна, добиться таких результатов невозможно без помощи тренера. Добавлю, что наши спортсмены завоевали семь медалей. Все ребята показали на то, что были они готовы. Лучший у нас стал чемпионом России Дорофеев Александр. Татьяна была вторая. Удаков второй. И там две команды первой и две команды буренской. Отметим, что все представители бурятской паралимпийской сборной отправятся на чемпионат России в Кисловодск. Татьяна Усольцева, Бато Гармы. Новости дня. Не переключайтесь. После новостей на ТВ-коме международная программа «Восточный альянс». Вы узнаете, что интересного происходит в соседних регионах – Иркутской области и Забайкальском крае, а также в республиках Калмыкия и Якутия. Кроме того, вас ждут последние новости из Китая и Монголии. О них расскажут мои коллеги-журналисты. Не пропустите в 21.00. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Водоснабжение, общественный транспорт, капитальный ремонт и не только. Руководитель администрации Советского района встретился с жителями станции «Дивизионная» и «Стеклозавода». Каждый вопрос обещали отработать в частном порядке. Как не допустить возгораний в домах в зимнее время? В Улан-Удэ специалисты МЧС провели рейд по безопасности. За год в Улан-Удэ собрали 5 тонн батареек и ламп, содержащих ртуть. Всего в нашем городе 28 пунктов сбора. Один находится в комбинате по благоустройству города. На этом выпуск завершен. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях и на сайте Тибикома. В студии работала Юлия Пермякова. Отличных вам выходных. До встречи на следующей неделе. Абсолют дарит скидки весь январь. «Шоколад Аленка» со скидкой 54% всего за 59 рублей. Ну что, брать будете? Да, очень удобный диван у вас. Самую удобную мягкую мебель ищите в Крокусе. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика ССЭК. Давайте. Продолжение следует...